Сегодня про свою любимую тему про арт-терапию эмоциональных состояний дошкольников. Позвольте представиться, я психолог, тренер-психолог Международной тренинговой школы в Екатеринбурге и в том числе и на своих тренингах использую разные интересные арт-терапевтические приемы. Ну и сразу же скажу, что эта встреча не только для психологов и даже не столько для психологов, потому что есть абсолютно простые, доступные к работе с группой детей техники, которые, например, вам помогут утихомирить всю команду шустрых дошкольников буквально за 5 минут. Или, например, снять раздражение в группе, если оно есть, и тоже сделать это очень быстро. Ну и как приятно наблюдать за ребятами, когда они занимаются в арт-практиках, стоит тишина, и все творят, и все счастливы. Давайте же начнем эту чудесную тему и немножко вначале поговорим о том, что такое эмоции и почему арт-терапия работает в этой теме очень даже хорошо. Карпинский детский дом. Юлия Александровна, приветствую вас. По моим ощущениям, мы даже где-то знакомы, наверное. Эмоции. Что это такое? Мы все, конечно, знаем, что это психический процесс, который отражает наше собственное отношение к окружающему миру. И вот здесь есть два важных понимания. Первое, что эмоции — это всегда субъективно, а второе — это всегда оценка окружающего мира. И эмоции нам нужны для самых разных вещей, для того, чтобы черпать информацию об окружающем мире, для того, чтобы отвечать каким-то образом этому окружающему миру, для того, чтобы запоминать приятные и неприятные события. Ну, например, приятные события, окрашенные эмоциями, повторять почаще, а неприятные события постараться избегать. Ну и эмоции — это такая древняя наша структура, которая возникла у животных, даже еще не у людей, возникла у млекопитающих. И это структура психическая, которая отвечает за социальное поведение. Ну, то есть с помощью эмоций млекопитающие, ну, как бы договариваются с собой, кто признаются в любви, говорят, уйди со своей территории, выражают любовь и нежность к своим детенышам и много-много еще разных самых вещей. И вот эта вот часть мозга, которая отвечает за наши эмоции, она имеет две группы связей. Вот это самое интересное. Во-первых, у нее прямые связи с неопортексом, с корой головного мозга. Говоря простым языком, наши эмоции могут воздействовать на наши мысли. А наши мысли могут воздействовать на наши эмоции. Это вот такой двухсторонний процесс. Ну, и вторая группа связей у части мозга, отвечающего за эмоции, прямо прямая связь с двигательной сферой. Поэтому, если мы очень сильно испугаемся, мы не будем сильно раздумывать, а побежим спасаться или будем нападать, например. Ну, и у деток эти связи очень и очень сильны, потому что еще кора головного мозга только развивается и мышление только формируется. Так, плохая связь. Секундочку. У меня все на максимуме. Татьяна Викторовна, как вам? Действительно ли плохая связь? Будем что-то менять или... Нет, все хорошо, все отлично. Так, хорошо. Хорошо, все. Значит, если плохая связь, попробуйте поколдовать со своей техникой. Я уже со своей поколдовала, в чем могла. Вот такая вот у нас система эмоций. То есть они соседствуют и взаимодействуют и с нашим сознанием, и с нашим телом. Ну, и один из психологов, Поль Маклин, сказал интересную очень фразу. Мы должны посмотреть на себя и на мир глазами трех совершенно разных личностей, двое из которых не вооружены речью. И это действительно так, потому что та часть мозга, которая отвечает за наше тело, и та часть мозга, которая отвечает за наши эмоции, они не умеют говорить, образно выражаясь. То есть они не могут передать какие-то вещи, вот прямо словесно, особенно телесные вот эти сигналы. И вот здесь нам на помощь приходит искусство. Искусство, потому что искусство метафорично, и как раз вот эти вот образы из искусства могут служить связью между чувствами, эмоциями, телесным состоянием и словом. Ну, и поскольку одна из задач дошкольного детства — это овладеть эмоциями и научиться про них рассказывать, описывать эмоции, то мы используем арт-терапию как мостик между чувственным и ментальным, умственным, для того, чтобы детей научить чувствовать и выражать свои чувства словами. Откуда у нас берутся эмоции? Эмоции у нас приходят и возникают из трёх разных источников. Первое — это внешние факторы. Ну, ребёнок такой вышел на прогулку, увидел страшную огромную ворону, испугался, и вот возникла эмоция страха. Пришёл с прогулки, увидел, что на обед будет какая-нибудь вкуснятина вкусная, обрадовался, и вот уже эмоция радости и любопытства. Следующий источник эмоций — это состояние организма. И это действительно так. Вы помните все деток, которые находятся в самом начале болезни? Или наоборот, деток, которые выздоравливают после болезни. Если самое начало болезни, то это всегда капризы, истерика, и умные мамочки, умные воспитатели сразу же подозревают, что ребёнок начинает болеть. Хотя ещё и горло чистое, и температуры вовсе даже нет. Но эмоции уже подсказывают ребёнку, давай мы с тобой сейчас играть не будем, давай похнычем, посидим у меня-нибудь в уголочке, тогда болезнь пройдёт легче. Ну и третий источник эмоций — это наши мысли. Это то, что называется «сама придумала», «сама расстроилась», «сама обиделась». И вы, наверное, замечали за собой, особенно у женщин этот механизм работает моментально и очень ярко, чего-нибудь себе такое напридумываешь, и уже возникает эмоция. Подумала о чём-то печальном, и хочется плакать. У детей, кстати, тоже этот механизм очень хорошо проявлен, работает. Или вспомнила какую-то обидную ситуацию, пришла в ярость, на всех разозлилась, и уже ищешь, а кого бы там с кем бы поругаться. То есть мы мыслями тоже создаём себе эмоции. Вот такая вот сложная система у нас получается. Ну и если взять связь между эмоциями и телесными проявлениями, если ещё глубже копнуть, то окажется, что каждая эмоция вызывает определённое состояние тела и активирует определённые наши системы. Например, если эта эмоция страхом, то она активирует мозг и сердце для того, чтобы мозг работал и спасал нас, и сердце для того, чтобы отправляло побольше крови, и мы бы могли дольше бежать, например, или сильнее обидеть. Вот. Или, например, обратите внимание на депрессию. Такая эмоция, да, эмоциональное состояние, скорее, это в нижнем ряду, синенький такой человечек, холодный, прямо остывший. Депрессия – это эмоция, которая возникает, ну если это не медицинская, не клиническая депрессия, да, а вот просто такое грустное состояние, когда ничего не хочется делать, она чаще всего возникает, когда мы переработались, и нужно как-то эмоциям тело у нас остановить и дать возможность чуть-чуть отдохнуть. Поэтому вот тонус снижается. Вот такая вот интересная вещь. То есть мы сейчас будем рассматривать эмоции в связи с телом, да, и в связи с мыслями. Ну и как всё это формируется у детей? У людей, у человеческих детёнышей есть две большие группы эмоций. Первое – эмоции врождённые. Это, можно сказать, предустановленная программа. И эти эмоции нужны для того, чтобы обеспечить жизнь вообще маленькому ребёнку. Все вы знаете, что если ребёнок голоден или испуган, то он начинает верещать так, что его просто невозможно не услышать. И это эмоция страха, ярости, которая появляется. Эмоция страха также нужна для того, чтобы детёныш оберегал себя каким-то образом. И поэтому детки инстинктивно боятся всего необычного, слишком яркого, слишком большого, слишком шумного. И это помогает им выжить. Помогает выжить уже несколько миллионов лет. Эти эмоции проявляются одинаково у всех людей, несмотря на страну, в которой человек живёт, расу, пол и условия воспитания. То есть они у нас общие, похожие. Ну и базовые эмоции. Разные психологи по-разному называют, но в основном вот такой список. Это страх, интерес, предвкушение, радость, отвращение, агрессия и скука. Списки могут меняться. Пока ещё нет такого общего списка базовых эмоций, с которыми вы все согласились. Но ребёнок растёт, и на основе базовых эмоций формируются приобретённые, выученные эмоции, такие как вина, стыд, отчаяние, разочарование, обида, ревность, зависть, гордость и другие довольно сложные эмоции. Ну и что получается где-то к 7 годам? То есть если мы ребёнка воспитываем правильно, то к 7 годам ребёнок может научиться определять и называть эмоции, которые испытывает он сам, и эмоции других людей. И это одна из задач воспитания в дошкольном детстве. То есть научить ребёнка определять эмоции, называть их. И не всегда эта задача выполняется, иногда приходится с 10-летними детьми начинать всё сначала и заново учить все эмоции. Вторая важная задача — это научиться отделять свои эмоции от эмоций других людей. То есть если мама сердится, то это не значит, что я тоже сердитый. И если лучший друг рыдает, то это не значит, что я тоже расстроен, но я понимаю эти рыдания, это расстройство, и я могу ему помочь. Дальше. Вот здесь вот важно и интересно. Самостоятельно или с помощью взрослого восстанавливать свой эмоциональный фон после стрессовых ситуаций. То есть, в принципе, к 7 годам дети уже настолько осваивают эмоции, но это в идеале, конечно, что они могут себя успокоить. Что-то случилось, например, конфету не дали или игрушка сломалась, и он такой всклипывал-склипывал, и потом начинает рассуждать, а что делать, да, а может мама игрушку новую купит, а конфету я другую попрошу. И вот сидит ребятенчик себя уговаривает. Ну и молодец тогда он и его воспитатели. Ну и еще важное умение — это проживать сложные социальные эмоции, не уходя в какие-то там истеричные состояния. Не надо, пожалуйста, писать презентацию, можно уже скачать. Из вкладки «Файлы» — это вверху над нашим чатом, и презентация будет вам отправлена в рассылки. В рассылке еще кое-какие материалы будут, я их тоже добавлю. Поэтому не конспектируйтесь, идите и наслаждайтесь. Все хорошо. Вот такие вот у нас вещи. Ну и самое главное и самое важное, то, что вот такое вот воспитание эмоциональной компетентности, а вот то, что я только что сказала, это как раз эмоциональная компетентность детей, оно не предусматривает, что ребенок будет железобетонным и не будет испытывать эмоции вообще или будет испытывать, но их очень умело скрывать. Так не надо. Эмоциональная компетентность — это умение свои эмоции чувствовать, ими управлять, принимать их и уважать чувства и эмоции и своих, и своих, и других людей, знать, что с ними сделать. Вот. Довольно сложная задача. Ну и как эта задача выполняется? Мы с вами сегодня посмотрим работу с эмоциями на примере двух эмоций, и я их выбрала по той причине, что больше всего вы встречаетесь именно с ними. Это ярость и агрессия, мы посмотрим, как с яростью и агрессией поработать, и это детские страхи. То и другое мы посмотрим с точки зрения того, как можно порисовать, заниматься, позаниматься арт-практиками, и ребёнку станет полегче. Арт-практики — это обычно дополняющие техники, потому что в работе с эмоциями много-много ещё и других техник, таких, например, как игры специальные на осознание эмоций, или какие-то творческие занятия, или работа с метафорическими картами над эмоциями. Ну и арт-практики здесь тоже очень хороши. Я предпочитаю арт-практиками заканчивать занятия, на которых мы разбираемся с эмоциями, для того, чтобы дети были счастливы, успокоены и ушли домой в хорошем состоянии. Давайте посмотрим, как же у нас арт-практики нам помогают. Маленькая ремарка. Смотрите, здесь я пишу арт-терапия, но, пожалуйста, уважаемые педагоги, не пугайтесь, вы можете в своих планах писать спокойно арт-практика или из-за... Ну вот арт-практика, наверное, лучше, да, и никто не будет вам говорить, о чём это вы занимаетесь в терапии. То есть мы рассматриваем сейчас такие методы и приёмы, которые могут использовать и психологи, и педагоги. Ну, некие универсальные упражнения. Что мы можем получить с помощью арт-терапии? Первое. Это выражение или высвобождение сильных чувств. Детки же часто к пяти, шести, а то к четырём годам уже очень хорошо воспитаны, в калычках, своими родителями, в том плане, что, например, девочки не плачут, ой, мальчики не плачут, да, а девочки не испытывают ярости. И часто дети к шести годам, ну, к пяти даже годам уже превращаются в таких маленьких, замёрзших снежных эльфов, которые боятся показать свои эмоции. То есть у нас чаще всего два крайних варианта. Вот если со мной согласитесь, ставьте тоже огонёчки. То есть ребёнок либо истерит, кричит и не может ничего сказать про свои эмоции, либо он делает вид, что он суперспокойный и тоже ничего про эмоции не говорит, потому что нельзя, потому что он хороший воспитанный ребёнок и об этом говорить неприлично. Ну и чего греха таить? Мы сами взрослые, чаще всего идём по какой-нибудь из этих траекторий. Либо молчим до последнего, либо срываемся в ругань и истерику. Так вот, арт-терапия помогает высвободить сильные чувства. Они с помощью техник выходят вот просто наружу и начинают проживаться. Замечательный пример. Когда-то мы устраивали детско-родительское арт-терапевтическое занятие, смелые мы тогда были, и пришла пара, мама с дочкой. Мама такая, она бизнес-леди, вот вообще в полном своём проявлении. Она жёсткая, она холодная, она очень правильная. Вот девочка, не знаю, от берегов, истеричная, но и не очень адаптированная. И мы предложили им порисовать таким образом. Лист разделили на две части и попросили на каждой половинке нарисовать свой рисунок. Мама свой, а дочка свой. Так, чтобы они друг друга дополняли. И я не могу забыть эту сцену, когда дочка, нарисовавшись, у неё, видимо, вот этот выброс произошёл, и она взяла чёрную гуашь и просто эту чёрную гуашь её руками начала зачерпывать, и выкидывать всё это на мамин рисунок. У мамы был шок такой вот, но потом мы смогли с мамой поговорить, с дочкой поговорить. Оказывается, что вот эта вот мамина холодность, она до такой степени злила дочку, что ей очень хотелось, ну, маме как-то ответить. Но раз мама сильнее, да, изначально, ещё и мама очень сильно уважаема самой дочкой, она это не смела сделать, и вот в красочках-то разошлась. Но немножко гармонизировали отношения в этой семье, всем стало полегче. Дальше. Самопознание. Человек может получить представление о своём эмоциональном мире. Это те варианты, когда мы просим ребят нарисовать какую-то эмоцию или нарисовать свой портрет, и по портрету другие уже отгадывают, что происходит с эмоциями этого человека. Третье — это выражение и переработка травматичных воспоминаний. И сегодня я покажу очень хорошую технику в рисунках, как раз по выражению травматичных воспоминаний. И это медитативные практики, помогающие успокоиться и перейти к осознанности. Их сейчас много, это классно. Дети очень любят раскрашивать раскраски, причём есть дети, которые с карандашами и фломастерами могут сидеть и медитировать бесконечно долго. Ну а для нас, взрослых, слава Богу, придумали мандалы для раскрашивания, придумали нейрографику, разные курсы по рисованию, на которые мы все ходим с удовольствием. И это нам тоже очень сильно помогает. Кто любит рисовать, поставьте, пожалуйста, огонёчки. Ну и давайте мы с вами сегодня поговорим про самое, наверное, актуальное состояние. Это агрессия, страх, работа с травмами. И под конец на закусочку я вам покажу ещё очень интересную медитативную практику в арт-терапии. Ой, сколько огонёчков! Итак, агрессия. С агрессивными детьми встречаются очень часто. Я в параллельном проекте сегодня задала вопрос коллегам. Напишите, пожалуйста, ситуацию с детьми, которую вы не можете решить. И на меня свалилось там, наверное, штук 30 историй про то, как в группе есть агрессивные дети, и с ними никто ничего сделать не может. Поэтому агрессия очень актуальна. Вообще мы работаем с двумя видами агрессии. Первое — это внешняя, та, которая направлена на окружающий мир. Это когда бьют людей, мучают животных. Либо ребёнок кричит, ругается матом, например, угрожает кулаками, визжит и так далее. То есть каким-то образом нарушает общественный порядок. И ещё есть внутренняя агрессия, когда ребёнок кусает руки, грызёт ногти, выдирает волосы с своей головы, чего-нибудь ещё, или когда бьётся головой об стену. Ну вот бьётся головой об стену — это нечто среднее, потому что чаще всего это такая демонстративная форма агрессии для того, чтобы напугать и получить то, что детям хочется. Ну и работа с детской агрессией, она начинается с анализа ситуации. И чаще всего мы выясняем, что детская агрессия в каждом конкретном случае связана с такими причинами, как, например, высокая тревожность ребёнка. Просто он пугливый и боится нападения со стороны внешнего мира, а чтобы на него не напали, он сам первый нападает, предупреждающий такой удар. Это может быть слабый контроль эмоций, когда ребёнок раздражение какое-то довольно невинное не слышит, а опоминается, когда он уже вовсю дерётся с кем-то. В промежуточных этапах в виде злости, гнева он не слышит. То есть там от спокойствия до ярости разгон за полминуты. Так тоже бывает. Это может быть отсутствие навыков конструктивного поведения, когда просто никто не научил. Это может быть эмоциональное застревание, когда ребёнок не способен прекратить свою эмоцию, особенно сильную. Аффект называется сильной эмоцией, и он просто не в состоянии выйти из собственной агрессии. Ну и здесь не только арт-терапевтические занятия. Я сразу же говорю, то есть здесь мы работаем в разных направлениях. Сейчас ещё слайд вернул. Смотрите, то есть здесь что мы можем сделать? Научить осознавать эмоции, научить чувствовать своё тело, которое идёт вот в эту ярость. Снять тревожность, научить ребёнка снимать тревожность и бороться со страхами. Восстановить самооценку, ну и дать навыки конструктивного поведения. Это всё делается через большой набор игр и методик, но мы с вами сейчас посмотрим арт-терапевтические занятия. Смотрите, что мы можем сделать с помощью арт-терапевтических занятий. Во-первых, снять избыточное напряжение. Я этим часто пользуюсь, особенно если занятие тренинговое было сложное. Бывают иногда занятия на сопротивление, что ли, да, когда детям реально сложно, и вот они к концу занятия уже злые, раздражённые, и хочется их домой всё-таки отпустить в каком-то более благостном виде. И тогда выбираем материалы, которые оказывают сопротивление. Например, это пластилин, это глина, это может быть пластика, да, такой материал похож на пластилин, который запекается и получаются пластмассовые игрушки. Пластика особенно хороша, потому что она жёсткая. Пока её разомнёшь, разогреешь в руках, уже становится спокойно. Уже вся злость ушла в эту пластику. Глина тоже хороша, как любой природный материал. Глина, ну, как бы собирает излишнее напряжение в себя через пальцы и даёт возможность успокоиться. Плотный картон. Ну и здесь мы, ребёнка, не торопим в процессе работы. И если детки себя уже осознают, ну, вот наши начинают осознавать себя с 5-6 лет, они уже говорят, например, я сейчас очень сильно злюсь, хочется кого-нибудь стукнуть. Мы говорим, давай стукать не будем, возьми вот пластилин, сделай маску гнева. Вот давайте мы с вами тоже посмотрим на маску гнева. Упражнение такое. Мы берём какой-нибудь из сопротивляющихся материалов. Ну, вот здесь маска гнева сделана с помощью восковых мелков. Тоже очень хороший материал, сопротивляющийся. И мы говорим, давай мы нарисуем твой гнев. Ещё вариант. Мы говорим, давай нарисуем или сделаем из пластилина африканскую маску, которая будет злиться и охранять вместо тебя. Презентацию можно получить уже сейчас. Её можно скачать из вкладки файла. Вот. И дальше мы даём ребёнку материал и уже даём возможность ему сделать то, что он хочет. Вот такую вот маску. И заметьте, что вы в этот момент сидите очень спокойно. И самое главное тут не напугаться. Дети же часто приносят много чего и смотрят на нас, напугаемся. Мы или нет. Это такая проверка на прочность педагогов. Поэтому, чтобы там не изобразили, череп, скелеты, там бывают лужи крови, кинжалы, что-нибудь ещё такое. Мы сидим спокойненько и даём ребёнку самовысказаться. Вот. А когда маска готова, вы можете ребёнка поспрашивать. Так, есть ли у меня вопросы? Секунду. Да, можете поспрашивать, например, а на что вот он или она злится? Кто его так сильно рассердил? И вы понимаете, что ребёнок будет проговаривать свои проекции. Он, например, говорит, что он тут очень сильно злится, потому что вчера его злая мама отобрала у него, например, телефон. Он ей высоко спрятала и не даёт зайти в любимую игру. Любимый повод для злости. Эти истории дети часто приносят на занятия. Вот. И тогда мы говорим, а что можно сделать вот с этим человеком или существом, чтобы ему было немножко полегче. И вот здесь дети уже начинают сочинять. Может быть, ему сделать друга. Это вот варианты, которые были. А что, если ему подарить игрушку какую-нибудь? А что, если его отправить на море? И начинается уже соброс покоение. То есть здесь ребёнок начинает учиться, справляться со своей эмоцией. То есть если я сильно разозлился, я, во-первых, понимаю, что я сильно разозлился. Понимаю, на что разозлился. И начинаю понимать, а что с собой в таком состоянии делать. Вот примерно так. Вариаций может быть много. Мне нравятся восковые мелки. И мне нравится маска гнева из пластилина. Пластилин разминаем прямо такими колбасочками. И из пластилина на картоне делаем маску с помощью размазывания пластилина. То есть пластилин тонким слоем размазывается. Это довольно тяжёлая работа. И весь гнев уходит туда. Ну вот материалы для работы разные. Могут быть и карандаши здесь. Восковые мелки, пастель, пластилин, глина, пластика. Всё, что угодно. Лишь бы успокоился. Второе. Что мы можем сделать здесь? Здесь мы на первом этапе сняли напряжение. Теперь уже ребёнок готов контролировать свои эмоции. Ему уже не хочется всех поубивать. Он готов думать. Здесь мы можем порисовать эмоции. Здесь мы выбираем... Ребёнок сам выбирает цвет, фактуру. Если у вас есть разнообразие материалов для рисования, вы можете предоставить все. И здесь важно не ограничить по времени. Дети обычно наслаждаются этим полчаса примерно. Кто-то минут 20, кто-то и полчаса кому-то мало, но сидят очень долго. И после того, как работа закончена, мы спрашиваем то же самое примерно. Что нужно дорисовать и сделать, чтобы было лучше? И ребёнок начинает изменять детальки, изменять рисунок. А некоторые говорят, ну, я пока рисовал, мне уже всё разонравилось. Можно ещё листочек бумаги. Да, пожалуйста, вот тебе и рисуй новую свою эмоцию. Вот. То есть здесь у нас какой процесс идёт? Во-первых, чисто механическое снятие напряжения через монотонное движение рук. Ну, а во-вторых, это прояснение эмоций. У людей есть такое свойство. Как только мы эмоции произносим, мозг успокаивается. Делали исследование, ей снимали энцефалограмму мозга. То есть человек, например, злится-злится, сидит, кипит уже от негодования, потом он говорит, я сейчас разозлился, и его мозг снижает активность в определённых долях. Вот такие вот чудеса. Вовсе даже реальные. Ну и следующее. Это выработка конструктивного поведения. То есть когда мы свои эмоции рисовали, то мы начинаем уже думать, а как делать дальше. Как при следующем состоянии гнева и ярости не драться, не биться головой в батарею, а что-то сделать по-другому. И вот здесь как раз для того, чтобы отрабатывать навыки конструктивного поведения, нам нужны другие материалы. Материалы, которые можно много раз преобразовывать, и им ничего не будет. Пластилин, песок, глина. Например, да, можно делать сказки на песке, можно пластилиновые истории. И здесь, что ещё очень важно, вот в этих моментах создать безопасную игровую среду. Что такое безопасная среда? Вообще для занятий арт-терапией очень важно, чтобы это было для ребёнка безопасным. Во-первых, мы работаем не с самим ребёнком, то есть мы можем не говорить, что это твоя обида тут нарисована, это ты так поступил. Мы работаем с заместителями. То есть мы для того, чтобы наработать навыки нового поведения, используем заместителей. Сейчас я покажу на примере, как это можно сделать. Второе. Сказочный мир границ не имеет, поэтому мы не говорим, что это невозможно. Что-то там ребёнок задумал, например, у него корова решила жить в воде. И мы не говорим, что так не бывает, но решила жить в воде корова, пусть она там плавает, хорошо же ей. Всё, всем замечательно. Третье и самое главное. Педагог не оценивает работу ребёнка. И это сделать чрезвычайно сложно, особенно если вы начинаете работать с такими вот арт-техниками. Они очень сильно отличаются от занятий ИЗО. На занятиях ИЗО мы всё-таки даём некие ориентиры, и мы ребёнка поправляем. И здесь тоже так и хочется поправить, покрасивше нарисовать. Бывает такое, а бывает ещё интересный такой вариант. Я думаю, что все люди, которые работали с проективными методиками, мне сейчас подтвердят огонёчками. Когда человек в проективной методике изображает что-то своё, у него есть своё трактование, но мы-то тоже люди со своим опытом, у нас есть тоже своё трактование. И так хочется дать свою трактовку, а человек другое говорит, и нам хочется сказать, да нет, это не так, это вот совсем по-другому выглядит. И здесь приходится вот просто наступать на горло своей песне для того, чтобы прозвучала песня того человека, который в данный момент работает со своими чувствами в арт-практике. То есть мы не оцениваем, мы принимаем вообще всё. И ещё мы даём возможность проиграть несколько вариантов. Если что-то ребёнку не понравилось, и мы говорим, давай попробуем по-другому. Это тоже будет здорово. Ну и как вариант, сказка про злого осьминога. Это сказка пластилиновая. Осьминогов лепить могут уже совсем маленькие дети, даже трёхлетки с вашей помощью. Лепится он очень просто. Вы видите, что здесь есть шарик, есть жгутики из пластилина, которые его пакутно перекрестно кладывают. У нас, получается, ноги осьминога. Ну и слепили мы осьминога печального и рассказываем сказку ребёнку. Он что жил, да был печальный осьминог. Он ходил по дну моря и говорил, что его никто не любит, с ним никто не дружит. И вообще его не замечают. И тот к нему пришёл весёлый осьминог и сказал, «Здравствуй, я хочу с тобой дружить». Тогда злой осьминог сказал, «Не, я не буду с тобой дружить». «А вдруг ты меня обидишь?» «Да не, я сказал весёлый осьминог». Ну и так далее. Вы придумываете свою собственную сказку. И в результате этой сказки мы фигурку осьминога можем изменить. Мы, например, ему можем вполне себе легко сделать улыбку, вот как на картинке внизу. А ещё мы ему можем налепить разные веселушки. Просто берём пластилинчик, делаем из него такие маленькие лепёшечки и всего осьминога украшаем. То есть у нас прошло преобразование вот этой фигуры и сами дети в это же время испытывают примерно такие чувства, которые испытывали их осьминоги. Сначала было грустно, печально. Они всю эту печаль высказали, рассказали, да, и потом они вместе с педагогом нашли способ, как справиться с этой печалью. «Сказочный мир не имеет границ. Здесь можно вообще всё». Иногда встречаешь сопротивление, своё собственное, жуткое, когда работаешь в сказочном мире, вот с арт-объектами. Но здесь очень важно… А, там у меня ошибка, наверное, да, фактическая? Так. О, нет, смотрите, «Сказочный мир имеет границы». Это немножко про то. Не про то. Вот есть возможность проиграть несколько вариантов, и здесь безграничность. Но сказочный мир имеет границы. Какого плана? Что вот всё то эмоциональное, сложное, что мы туда, в этот сказочный мир, вывалили, оно в нашу систему, ну вот в нашу жизнь, оно не вторгнется. То есть мы там… Ну вот как в пробирке исследуют микробов, да, и нам не страшно, потому что они в пробирке. Точно так же в сказочном мире мы можем что-то исследовать и не бояться, что это вернётся как-то в реальность. То есть если ребёнок, например, какие-то модели поведения использовал в сказке, мы ему потом за это не пеняем. Вот. Он попробовал там, сказка закончилась, и всё, дальше уже наступает реальный мир. Вот, я об этом… Граничность внутри сказки, но… Ой, так, пропадаю. Немножко видео пропадает. Я надеюсь, что звук остался, а с видео я сейчас попробую справиться. Так, секундочку. Вот, я вернулась с другой камеры, но всё равно самое главное вернулась. Вот такие вот сказочки с арт-практиками совмещённые вы можете делать, и это очень хорошо на детей влияет. Вот. То есть по агрессии я думаю, что понятно. Первое мы её сняли, второе мы с ней поработали, третье мы её преобразовали. Теперь про страх. Про страх совсем немножко будет, хотя страх у детей встречается очень часто. Так, я видео вернула немножко с другой камеры, но… Видео вернулось или нет? У меня вернулось. Вернулось, всё хорошо. И что мы со страхом делаем? Во-первых, смотрим, какие страхи у ребёнка есть. У дошкольников страхи, они как бы растут вместе с дошкольниками. Если в один-два года малыш с ребёночком боится незнакомых людей, предметы какие-то, пугают его громкие звуки, то в два-три года, когда он уже осознанный такой человек, то он начинает бояться животных, он начинает бояться каких-то страшилок, бояться темноты, потому что в темноте он остаётся один, мало ли кто там. В 3-5 лет начинаются такие сказочные страхи, там боится полицейского, бабу-ягу, бармалея, что его унесёт… Ну, они уже бабу-ягу не боятся, они бабу-гуре не боятся сейчас. Вот. Боятся грозы, боятся уже умереть некоторые детки. А 5-7 лет – это уже появление социальных страхов. Страх неудачи, страх того, что все будут смеяться, страх, что мама уйдёт, ну и страхи каких-то чрезвычайных ситуаций, тоже гуманитарных катастроф, так сказать, болезни, пожара. Боязнь умерших людей, много-много всего. По сути, наша задача здесь опять-таки – не сделать ребёнка бесстрашным, то есть не убрать страх, потому что человек, у которого убран страх совсем, он становится уязвимым, ведь страх – это наша защита, страх наш защищает. Понятно, бабку Грэнни тоже можно бояться. Вот. И нам здесь очень важно у ребёнка восстановить контакт с миром. Смотрите, когда ребёнок находится в страхе, то он теряет контакт с миром, то есть он считает, что остаётся вот только этот страх, а мира вокруг с родителями, с верстниками, с помогающими специалистами, его не существует. Ну, например, он испугался бабки Грэнни, и контакт с миром прервался, то есть он не замечает, что рядом мама, не замечает, что там друзья играют с ним, а вот у него вот этот страх. Наша задача – вернуть контакт с миром и показать, что страх – это только, ну, маленькая часть его переживаний, вокруг него ещё много чего есть, кроме вот этой самой бабки. Вот. И теперь, когда мы восстанавливаем контакт с миром, мы учим ребёнка способности, умению находить ресурсы для того, чтобы выбираться из пугающих ситуаций. То есть, если возникает страх, то ребёнок должен понимать, должен видеть, что и кого ему использовать, чтобы со страхом справиться. Ну, и для этого… Сейчас хочу ещё… Смотрите, правильная работа… …со страхом со стороны взрослых – это когда ребёнок проходит через страх, и его мир становится больше. Ну, например, есть какая-то опасная ситуация, ребёнок с ней справился, взрослые помогли, и теперь он в состоянии победы, мир его расширяется. На примере расскажу. Ну, например, малыш боялся выходить во двор, потому что думал, что там только плохие мальчишки и девчонки, и там его кто-нибудь заберёт, какой-нибудь пьяница. Ну, бабушка, ну, пока… …один раз и всё. Мы берём ребёнка, начинаем разбираться, что такое двор, да, кто там играет, что там всегда родители с детьми, что пьяницы детей не забирают, им не нужны эти дети. И, в конце концов, вместе с ребёнком, рассуждаем… …мы приходим к тому, что он вначале робко, а потом смело выходит во двор и может теперь там играть. Его мир расширился. Раньше мир был в квартире, а теперь мир… …во дворе. Ну, и, например, если ребёнок также преодолел страх и научился плавать, то его мир ещё расширился, и теперь в его мире есть моря, речки, озёра и бассейны. Здорово же, да? Вот. Но, если случилась опасная ситуация, у ребёнка ресурсов нету, то вот это… Вот незавершённая ситуация, она будет моделироваться много-много раз и будет звучать постоянная тревога. Точно так же у меня была чудесная… парышня, которую папа учил плавать во младенчестве. Папа иногда чудесно учит плавать, он её просто бросал метра на два и говорил, чтобы она выплывала. И теперь, когда она попала ко мне, она к берегу реки не подходила вообще никаким образом. То есть пляж для неё был страшным, речка была страшная, на сабборде покататься это была просто истерика, но как-то нам удалось справиться. со страхом и на сабборде ты барышня покаталась. Ну, тут у нас вмешалась любовь, потому что прекрасный, чудесный, молодой вожатый сказала, давай я тебя покатаю. Ну, тут страх уже был изгнан. Просто шансов у него не было совсем. Ну и теперь упражнение. Смотрите, какое упражнение. Я предлагаю боящимся детям. Мы предлагаем ему изобразить свой страх и подробно про него рассказать. Это опять-таки возможность вытащить из телесной составляющей, из эмоциональной составляющей, вот то, что там есть, прояснить. Словами, ну и как только словами проясняем, страх становится меньше. После этого мы можем добавить к рисунку детали, которые делают страх не страшным. Страхом рисуют уши, глаза, бантики, платьишки, что-нибудь там типа мороженки в руке и так далее. Либо, если ребенку хочется перестать контактировать с этим страхом, он может его, например, сжечь, изрезать, разорвать, но я не очень хорошо к этому отношусь, честно. Я знаю, что коллеги так делают. Все-таки мой вариант – это преобразование рисунка и потом дети этот рисунок на память оставляют. И еще интересный такой способ работы с эмоциями – это цвет. это лечь через край. Это яркие эмоции – это смелость, веселье. И часто ребенок тоже этим насыщается. Желтый спектр. Это про тепло. Желтый, медовый такой цвет – это про теплую земную энергию, радостное настроение и смелость действовать. То есть готовность к изменениям. Желтый яркий цвет берут дети, которые готовы экспериментировать. Черный цвет. Нет, если ребенок берет черный цвет, еще и если закрашивает всю поверхность листа, вот так прямо активно замазюкивает все, то, скорее всего, это страх показать свои настоящие чувства. Есть у нас товарищи, которые прям любой… Начинаем работу, они говорят, так, где мой черный карандаш? Да вот он черный, бери, еще вот маркер черный есть. Он вообще хорошо все замазюкивает. И нужно дать возможность с этим черным поработать, пока хочется. Потом, правда, придут другие цвета. Цвет непонятного, непонятного – цвет протеста часто. То есть протестующие дети, они тоже любят черные цвета и любят закрашивать. Они могут нарисовать что-то и потом все сверху зачеркать. И для современных молодых людей лет 5-7 черный – это еще цвет сверхсилы. У них там какие-то игры, игрушки, где самые главные супергерои, они одеты в черный. Поэтому черный – еще и такая вот магическая сила. Вопросов много, это также здорово. Так, про черный рассказала. На взрослых арт-терапия также работает. Да, если взрослый разрешит себе рисовать, поэкспериментировать с красками и цветами, то да, очень хорошо работает. Пользуйтесь этим. То есть мы себе можем арт-терапию организовывать, ну вот просто самостоятельно. С какого возраста можно рисовать эмоции? И значение цветов применимо к какому возрасту? Рисовать эмоции, смотрите, ну допустим 4-5-6 лет уже можно. То есть когда ребенок в речи начинает использовать, например, мне страшно, мне весело, это уже эмоции. По поводу цветов, смотрите, цвета, вот те, которые я назвала, это то, что называется среднее по больнице. У ребенка могут быть свои собственные представления о цвете. Но чаще всего они совпадают вот с этим. То есть если черный, то вот, если красный, то это про энергию, например, а голубой – это про отдых. Но цвет имеет свой спектр, и вот этот спектр, он на нас определенным образом воздействует. Так, эти методы и для групповой, и для индивидуальной терапии. Можно и группой, можно индивидуально, смотря, какую задачу вы ставите. Допустим, группой что можно сделать? Снять агрессию, снять раздражение, успокоить детей, дать расслабиться в группе хорошо. Если это диагностика, то вы можете работать индивидуально, и арт-терапевтические занятия, они дают большой материал для диагностики. Ребенок закрашивает черным цветом лист, и на вопрос, что это у тебя, отвечает «я не знаю». Ну, это вот как раз про то, что есть запрет на выражение чувств. Есть что-то, может быть, страшное или стыдное, о чем он не может сказать. Обозначение цветов в рисунках и выборе одежды можно трактовать примерно, но я говорю, что это еще и индивидуально. То есть, если вы работаете с человеком в цветотерапии, то есть резон спросить, а что для тебя значит, например, голубой или красный? Да, да. Что ты чувствуешь, когда рисуешь, или какие у тебя были мысли во время того, как ты рисовал? Очень хороший вопрос. В 2,7 года можно оценить, почему ребенок рисует только черным. Мне кажется, вообще детям можно предоставить цвета и дать возможность поэкспериментировать и с цветом тоже. Пусть он рисует этим черным, придет время других цветов. Самое главное не говорить, фу, что-то там черное все рисуешь, пусть рисует. Цвет воздействует и на маленьких детей, просто раньше 3-4 лет он вам не расскажет, что для него значит цвет. У него нет словарного. Запасы такого. Ну и несколько принципов работы с цветом. Это индивидуальный выбор цвета, то есть мы даем все цвета и даем все цвета. Это, опять-таки, безоценочность, доступность материалов, то есть ими должно быть легко работать и удобно. Цветотерапия. Тревожность снимают очень хорошо, повозюкаться с цветом очень помогают успокоиться. Борьба со страхами, борьба с раздражительностью. Гиперактивные в цветотерапии сидят просто как паиньки. А детки, которые были заторможены или были очень робкие, они все-таки начинают раскрепощаться. Так, вроде бы все здесь ответило. Ну и вот несколько упражнений. Спонтанное рисование. Берем пальчиковые краски, выдаем все краски, листочек бумаги, стол застилаем клеенкой и все, рисуй как хочешь, сколько хочешь, наслаждаясь цветом. Если ребенок говорит руками, фу, не хочу, значит даем кисти. Тоже ничего страшного, бывают дети настолько воспитанные, что уже руками в краску не залезут. Рисование пальчиков. Вот еще тоже показала. Ну и еще техника в цветотерапии. Техника называется разморозка эмоций. Может вам пригодится. Вы даете ребенку кисточку, краски, гуашь или акварель. Просите нарисовать эмоцию. И теперь, если эмоция неприятная, там страх, тоска, тревога, то даете карандаши фломастер. Помните почему? Потому что это снятие сильного напряжения. И просите дорисовать детали, которые эмоцию могут превратить в другую. То есть мы даем понять ребенку, что с любой ситуацией можно справиться. И это рисунки и рассказы. Например, я такой довольный, я такой счастливый. Мне 25 лет и я работаю на своей работе. Светлое будущее. То есть мы даем возможность проявить оптимизм. Ну и если, я сейчас очень кратко рассказала, метод довольно-таки сложный. И если он вам нужен, прошу прощения, презентация скатывается. Ссылочку я оставила, по этой ссылке можно перейти и посмотреть всю методику. Она интересная. Ну и напоследок тоже методика, которой я пользуюсь в групповой работе для диагностики состояния детей. Ну и для преобразования их эмоций это медитативное рисование. А именно терапевтические мандалы. Мне этот инструмент очень понравился. И часто очень его использую. Вообще сама идея мандалы, круга, она есть в культуре во всех религиях, во всех культурах. И часто круг это про то, что вечное, про то, что повторяется. И это как бы символ нашего мира. Ну и сам круг, это тоже, по нашим ощущениям, нечто гармоничное и прочное. Ну и как мы можем поработать? С мандалами мы можем их создать. Ну, например, мы ребенку даем начерченный круг, примерно диаметр сантиметров 10-13. И просим, а закрой его каким-нибудь узором и раскрась, как ты хочешь. Дети наносят узоры, потом делятся впечатлениями и раскрашивают. И здесь вот очень важно, опять-таки, не поправлять, если он там все черным замазюкивает или у него там острые геометрические фигуры. Потому что часто бывает, что дети вот такие протестные, они нарисуют-нарисуют, потом посмотрят на то, что другие нарисовали и говорят, так, дайте мне еще листочек, я еще хочу порисовать. И уже получается более гармоничная работа. То есть мы разрешаем поправлять. Можно дать уже готовые мандалы с печатным рисунком. И здесь уже мы просто даем раскрашивать. И здесь очень важно, что выбрал ребенок, какой рисунок, какие он цвета выбрал. Ну и еще и мы смотрим, диагностируем энергию, активность, как он заштриховывает, хватает ли у него сил и терпения для того, чтобы все это сделать. И эмоциональное состояние в процессе работы. И обратите внимание, что есть такой очень интересный инструмент, который называется диагностические мандалы Александра Царьи. Это диагностический инструмент и терапевтический инструмент. То есть мы можем провести диагностику состояния ребенка и помочь ему гармонизироваться. Они вот такие разные, то есть их много, этих рисунков. И мы предлагаем детям на выбор и смотрим, какой рисунок ребенок выбирает. У Царьи есть трактовки того, какой рисунок ребенок выбрал. Но это связано с некой ситуацией в его жизни, которая разворачивается вот здесь, сейчас. Ну и понимаете, что если, допустим, ребенок гармоничен, у него все хорошо, то он выберет то, что слева. Если ему нужно простроить свою жизнь и внести туда ясность, он выберет то, что внизу. А если у него вот некий новый этап развития, который как бы из центра вот так рождается, то он выберет то, что справа. Я для рассылки, Татьяна Викторовна, положу вот этот набор диагностический. Я думаю, что получится его всем отправить. Ну или я могу добавить сейчас, ну после того, как закончу, добавить сюда в чат. Лучше, наверное, в рассылку. Ну и обратите внимание, что есть и другие интересные методы медитативного рисования. Ну, например, правополушарное рисование, когда не важно, что изображено, важно поработать с цветом на картинке. Эбрум, рисование красками по воде, не совсем по воде, там специальный раствор такой желеобразный. На него наносятся краски, а уже вот с этого раствора на бумагу переносятся отпечатки. И они всегда очень красивые. И флюид арт, это заливка жидким акрилом. Пробовала работать с группой детей, все живы и даже не сильно перемазали комнату. Для этого нужны некоторые приспособления, но если вы флюид арт видели, сейчас я вам могу показать. Выглядит вот так вот красиво. То есть жидкие акриловые краски, разведенные водой или ПВА, выливаются на холст или на картон. Понятно, что это такое мероприятие небезопасное для группы, но если сделать такую ванночку, мы из фольги делали ванночку с бортиками, в нее выкладывали небольшой холст и давали детям краски в стаканчиках. Надевали перчатки одноразовые, фарточки, ну в принципе все выжили, а прекрасные работы у детей получились. Или вот такие вот работы получаются в технике Эбрум. Вот такие вот работы вы можете с детьми порисовать в правополушарном рисовании. Но и себе, конечно, вы тоже для себя можете такие работы создавать. Правда же красиво и делается это все очень легко. То есть такую картинку вполне легко с 5-6 летками нарисовать даже в коллективном занятии. Это легко делается. Вот. То есть очень много разных арт-терапевтических техник есть. И я вам искренне желаю пробовать и самим рисовать и предлагать детям. Будьте смелыми, пробуйте гуашь, акрил, разные техники. И я думаю, что ваши дети станут гораздо счастливее. Чего я им и вам желаю. Я закончила. Если есть еще вопросы, вы их задайте, пожалуйста. Вопросов нет. Спасибо и вам, что были. Тема для меня и правда интересная. Так, ссылку на мандалы я сейчас могу выслать. Татьяна Викторовна, я могу в чат выслать ссылку? Татьяна Викторовна. Все, тогда я вам ссылочку сейчас высылаю. Ну, я думаю, что еще продублирую в рассылке эти же материалы, чтобы вы точно уже все получили. Так. Вот ссылка на статью. Так. Так. Забирайте, пожалуйста, пока она не убежала. Чтобы вы посоветовали почитать. Смотрите, я бы посоветовала сначала посмотреть, может быть, какие-то. Мастер-классы, разбираться в техниках. Вот. Книд по арт-терапии на самом деле не очень много. Есть обучение. Ну... Ну... Татьяна Викторна. Должность. ...